Канобу.ру представляет Здравствуйте, дорогие зрители! Вчера День Независимости праздновала Америка, а сегодня целых четыре страны – Алжир, Аргентина, Венесуэла и в особенности Кабо-Верде торжественно маршируют, а может быть и танцуют. Кто их знает, этих жителей Зеленого мыса? Как видите, мы не скрываем проблем малой изученности обычаев коренного населения островов Зеленого мыса. Что уж говорить о племенах куда более удаленных. Авторы Mass Effect признались, что и сами не знают, как на самом деле выглядят таинственные экварианцы и прекрасные экварианки. Кстати, симпатичная внешность последних получается и вообще под большим вопросом. Ребята из NetherRealm, наоборот, не стесняются показывать своих героев в разной степени обнаженности. Более того, они раздают часть старой одежды задаром. В догонку к выходящему сегодня платному дополнению, посвященному Кэнши, нас удостоят поношенной шубой с барского плеча, классическими костюмами Нуба и Смоука. Признайтесь, ведь и вам порой не хватает тех милых одинаковых ватников. Помните слабенький скандал, связанный с нестираемым сохранением в Мерсенарис для Nintendo 3DS? Впрочем, слабеньким он был у нас из-за малой любви к ее продукции в России. Однако за рубежом размах недовольства оказался значительным, потому что возмущенным покупателям удалось достучаться до верхушки издательства Capcom. Руководство, конечно, не извинилось, но хотя бы пообещало, что в будущих играх вы сможете спокойно обнулять свои сохранения, как бог на душу положит. Поверьте, каждая игра про плоский мир в редакции на вес золота. У бородатых карликов есть даже подходящая песня. И пусть дискорд Нуар был слегка черствым, ну, как гноми пирог, мы все равно празднуем его 12-летие. Посмотрите на дедушку вашего Л.А. Нуара, закусите жареной крысой и попробуйте запустить старичка. Предупреждаем, для некоторых эта процедура, вероятно, станет настоящим детективным расследованием. Понедельник на Канобу прошел довольно спокойно. Видимо, наши дорогие постояльцы были заняты более важными делами, вроде копания картошки, прореживания морковки и, чем черт не шутит, празднованием Дня Независимости Америки. Но и среди них нашлись люди с неистребимым стремлением к творчеству. Триумвират продолжает мечтать о пятом древнем свитке, несмотря на терзающее его раздвоение личности. Наш дальний дальневосточный друг Trill the Best проанализировал всю доступную информацию о проекте Darksiders 2. А то-то за товарищем записали второй глуховатый и хрепловатый подкаст, посвященный музыке из игр. А под конец мы все же решили вставить слух, пролоббированный нашим коллегой. В стане любителей World of Warcraft продолжается активное шевеление. Люди уже готовятся к выходу очередного дополнения к их цифровой игле. Имя ему Vengeance of the Void. А кто такой Void и за что он хочет отомстить, мы узнаем как-нибудь в другой раз. С вами был Александр Глаголев. До завтра.